Слава Украине, привет всем от Павлонского. Вот как работает российское ИПСО, как они вообще брешут на каждом шагу, посмотрите. Сегодня российская пресса пишет следующую вещь. Россия оставляет закрытые границы с Финляндией до 11 февраля. То есть это Россия оставляет закрытые границы с Финляндией. Как вы думаете, финнам сильно нужна Россия? Не, я помню, когда-то ездили туда еще бухать, это было в свое время, я не знаю, сейчас еще ездят или нет, но было там. На Финляндии был сухой закон, я так помню, и ездили, но это был, когда я был в армии, это был 83-й год, господи, прости, да. Это помню было, но за какой-то другой надобности ездить так называемую Россию с Финляндией, я часто говорю, не вижу вообще никакого смысла, и, по-моему, никто в жизни никогда не ездил, и она нафиг никому не была нужна. Да, ну вот Россия дает такой заголовок, и Россия, мол, оставляет закрытые границы с Финляндией до 11 февраля. На самом деле все с точностью да наоборот. Финляндия не будет открывать границу с так называемой Россией до 11 февраля, как минимум, потому что они не уверены, что Россия не будет опять чудить на границе, и не будет вот этих вот пакистанцев, иранцев, афганцев, не знаю еще откуда, сомалийцев и прочие-прочие лабуды засылать толпами на велосипедах в сторону Финляндии. В Финляндии такое вот добро даром не надо. И вот эти вот мигрантские кризисы с незаконными мигрантами Финляндии тоже не нужны, поэтому именно Финляндия, естественно, закрывает границу с так называемой Россией. Именно Финляндия не пускает немытых к себе домой. Но вы же знаете, что это же Россия. Им нужно подать новость скрепно, так чтобы все думали, что они великие и они могучие. Величие их и могучесть, и вся могучесть как раз в уличном сортире, вот в деревянном, где можно прицепить российский заграничный паспорт и использовать его по назначению.